Добро пожаловать в санаторий Белая Русь Санаторий Белая Русь был основан и открыт в мае 1988 года Этот санаторий изначально Советского Союза предназначался для сотрудников МВД Из Киргизстана, из Грузии, из России, из многих других советских республик Сюда приезжали сотрудники для того, чтобы отдыхать лечебно-трудовой Но с течением времени, когда уже Беларусь стала суверенитетной, отошла от Советского Союза Сюда уже может приехать любой желающий, хоть с Израиля Санаторий Белая Русь находится в Минской области Мядерского района, деревня Воронцы Медицинское лечение санатория включает в себя более 150 процедур Из них физиотерапия, водогрязелечение, функциональная диагностика, диетология, фитококтейли, лечебные массажи Ванная ЛФК, криотерапия, ароматерапия, душ-шарко и так далее, и так далее, и так далее В санатории очень много русских, русскоязычных людей, приезжающих всегда отсюда Со Смоленска, с Брянска, из других городов люди едут Здесь, ну, понятно, почему они едут, потому что здесь везде зелено, красиво Хороший, свежий, чистый воздух Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, не получилось В двух шагах от санатория есть потрясающие беседки с мангалами Прийти и наготовить мясо, какого вы захотите Пойдемте, покажи Сам мангал, видите, четыре ножки поднял, перевесил, передвинул куда надо А вот сама деревянная бисерка Все удобно, все здорово, лавочка, столик, все прекрасно Если здесь темно и ночью, предусмотрена лампочка Опа, и свет горит Хотите в карты играйте, хотите водку пейте Хотите просто посидите, потушите ночным воздухом, полюбуйтесь на небо Еще здесь есть розетка для чего угодно Хоть для кипятильника, хоть для зарядки телефона Все работает, все функционирует Постоянное слияние от природы, даже зимой Пришел, гляньца поместил, шашлыки наделал, стол накрыл Кушай, пей И что самое главное, очень-очень близко от санатория Вон наш санаторий, совсем рядышком А вот они, эти беседки, здесь где-то пять беседок Здорово, очень здорово А не нравится вам беседка? А не хотите вы шашлыков? Можно просто гулять На дорожке Я сегодня расскажу вам про номер в отеле Белая Русь На балконе два кресла, веревочки для пелья В общем, балкон шикарный, удобный Природа сразу открывается Сосновый лес, травка зеленее Пойдемте, покажу номер Ну, что я могу сказать Здесь, конечно, попахивает советчиной, совдеповщиной Но здесь громно и со вкусом Ты же сюда приехал лечиться Здесь две кроватки Вам сразу предоставляются три полотенца Дополнительное одеяло Тумбочка, шкафчик в вашем распоряжении Холодильник тоже для вас Где-то здесь идет каналов 10 И вот, это все тоже предоставляет К номеру Паза для цветов, штопор, билочки, открывашки, тарелочки Доска, ножик, четыре рюмочки, чашки, стаканчики Все для того, чтобы тебе было комфортно и уютно Просьба не беспокоить Тоже здесь, как в туристском отеле Ложечка тоже Даже имеется такая вещь, как щеточка обувная Все есть Скромненько, но и все Есть даже этот самый туалет Туалет Вот он Вытяжка начинает работать, как только ты его включаешь Тушик Зеркальце, как бы все по-простому, все по-скромному Зверевик происходит, я уже с шмоточкой свою сушу Полуговорничная сюда приходит, убирает Правда, не каждый день, я не убираю Через день пылесосит Пастельная нам поменяли Один раз неделю на эти пастельные Вместе с полотенцами, вместе с пастелями, одеялом Ковролин постелен на пол У них здесь повсюду ковролин Фен Дается фен Ну что, по правде говоря, номер, конечно, коверенький такой С ремонтом здесь вообще слабоватый А для тех, у кого есть побольше денег Те могут заселиться вот в такие вот шикарные дома Деревянные построечки Там у вас полностью one-clusive А для тех, у кого чуть побольше денег Тут можно взять себе уже вот такой вот домик Беленький Вот еще такие есть Ну, в общем-то, здесь целый маленький рай Здесь, по-моему, 6 домиков В которые вы можете заселиться, имея с собой в кармане пачку бабла Это уже идут номера люкс Путевка на 12 дней с лечением номер люкс на одного человека стоит 444 евро Путевка на 18 дней с одного человека 666 евро Но вы можете сэкономить и поехать в октябре С этого месяца цена будет 336 евро на 12 дней с одного человека А на 18 – 504 еврика Вот как! Нарач – самое большое озеро в Республике Беларусь Оно где-то протяженностью длина порядка 12 километров Это не так уж много, но вы сами видите Оно очень огромное для нашей республики Здесь водится порядка 22 вида рыбы Также водится угорь Но самая крупная рыба здесь щука Это самый главный хищник в этом озере Как тебе на море? Зачево дал я рук Зачево дал я рук Лудачку занесло Лудачка тоненькая А я молоденька А я молоденька На территории санатория имеется бювет минеральной воды Эта вода применяется при питьевом лечении больных хроническим гастритом С пониженной нормальным повышенным секреторной функцией Язвенной болезнью желудка 12-перстной кишки Короче, если у вас не стоит, нет детей и бабла Пейте эту воду и все у вас будет У источника 4 крана Два крана для мытья стаканов Третий кран с минеральной водой теплой И четвертый кран, из которого течет холодная вода Тоже минеральная Также на территории санатория имеется плавательный бассейн Нетипичной формы с подсветкой Искусственным водопадом Двумя озорными декоративными мостиками Подводным массажным устройством Вода в бассейн поступает через систему кондирации и подогрева Обновляется еженедельно Причем эти процессы контролируются и регулируются компьютером За одну смену насладиться великолепием могут до 50 человек Общая площадь здания бассейна составляет 1400 метров квадратных Велосипеды на прокат в санатории Белая Русь Полный отстой Нет, благо, что они вообще есть, эти велосипеды Хоть на них можно как-то передвигаться туда-сюда Это, конечно, хорошо Но сами велосипеды оставляют желать лучшего Тормоза крайне жесткие Приходится нажимать на полную катушку, чтобы затормозить И тот тормозной путь может составлять где-то метров пять, а то и больше Звонок, видишь, звонок Пока не постучишь, не зазвенит Я даже не знаю, как здесь колеса Подкачаны, не подкачаны Но судя по ощупь На ощупь Ни хрена они не подкачаны Не знаю, кто их подкачивает Самые великие громоздкие, тяжелые, неудобные Багажник где-то есть, где-то нет Цепи не смазанные, ржавые Все вот краска подслазила Вшило, конечно, вшило Но здесь нечего другого взять Вы когда приезжаете в санаторий Если сотрудник МВД То ему, либо родственник Ему получается шесть часов включено Этого велосипеда Бесплатной езды А так вам нужно будет заплатить денежку Для того, чтобы прокатиться По два рубля, короче По номинированным белорусским рублям Два рубля То есть один доллар за один час Бля, меня сейчас съедят муравьи Ё-моё, сколько здесь людей Это молоденькие еще, да? Ого, выходят на берег, не боятся Шустрые ребята И вы сюда, и эти, следом Правильно, хлеба не дается А здесь у нас источник минеральной воды Природной минеральной воды Которая бьет прямо из земли На вкус ничего особенного Просто холодная вода Но какой-то прикус у нее есть Если бы сказал это не минеральная вода А просто, а просто пресная Люди приходят сюда с бутылочками С кушечками набирают Завозят домой Показывают родственникам Хлещут в поезде Или запивают потом ее в поезде С看 functional Что случится? Субờ Субата Нос cried Субтитры 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 подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»